Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 25 главе книги «Деяния апостольских». 25 глава продолжает рассказ о злоключениях апостола Павла, заключенного в римских темницах в Палестине. Началось все с того, что Павла пытаются убить. То есть римский военачальник его прячет в крепости, потом переправляет вышестоящего начальства. Вышестоящее начальство думает, что надо бы его освободить, но хорошо бы все-таки деньги за это получить какие-нибудь. И пока вот в этих всех пертурбациях проходит длительное время, меняется наместник. Меняется наместник. На место Селикса поступает некий порций фест. Исторически известный персонаж, ну, по крайней мере, упоминание о нем, как и о Феликсе в римских хрониках, присутствует. И вот новый правитель фест прибывает из Кесарии в Иерусалим. Кесария – место резиденции наместника. Иерусалим – вот основной центр. Для иудеев, конечно, центр религии, а для наместников – центр мятежей, что в те времена очень тесно соприкасывающееся понятие. И вот первосвященники, знатнейшие из иудеев, явились к нему с жалобой, убеждая, что вот мы обвиняем этого человека, Павла, некоего из Тарса. Где он? Он там у тебя в Кесарии сидит в тюрьме. Ты прикажи, чтобы его сюда привели. Надеются они при этом, что по дороге, его же не в этом инкассаторском автомобиле бронированном повезут, большую подорогу, и удастся его убить. На что Фест сказал, что не будем его никуда возить. Я туда сам скоро приду, в эту самую Кесарию. И если уж вам так надо его обвинять, если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют и пойдут со мною. Пусть обвинители туда приходят. Ну, потому что им совсем не хочется обвинять. Они уже пытались перед правителем Феликсом предыдущим обвинять Павла, ничего хорошего, из этого не вышло. Им надо, чтобы Павла из крепости вывели, и где-то там на дороге in the middle of nowhere посреди пустыни его там, значит, убить. Обвинять опять все получится по-прежнему, потому что действительно никаких доказательств и серьезных обвинений нет. Но все-таки Фест поступает по-своему, возвращается в Кесарию и велел привезти Павла. И снова стали вокруг пришедшие из Иерусалима, принося на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Которых не могли доказать. Вот, вообще, конечно, первобытная простота. В нынешние времена удивляются тому, что в древности могли не суметь доказать каких-то обвинений. Да, я уж не говорю о том, что в 20 веке признание сделалось царицей доказательств. Ну, и Павел, римский гражданин, поэтому к нему этот вариант не применил, выбить из него призвание. Но вот лжесвидетелей. Помните историю про то, как искали лжесвидетелей на Господа Иисуса Христа? Еще потом сами, кстати говоря, иудеи утверждали, что нет-нет, мы искали не свидетелей обвинений, а свидетелей защиты. Потому что там так должно было быть по иудейскому закону. Современного читателя изумляет, как это так, что приходилось только лжесвидетелей, и никого ничего не получилось, кроме тех, которые сказали, мы слышали, как он говорил, что разрушат храм Ксей. Так вот и здесь тоже. Тяжкие обвинения, которые не могли доказать. В каком-то смысле время все-таки было, наверное, несколько более прямодушным, потому что сейчас в большинстве случаев никто бы не остановился за фабрикацией доказательств. Если так, хочется кого-нибудь убить. Другой разговор, что может быть, как Феликс хотел денег от Павла за освобождение, может быть, и он, и Фест хотели денег и от иудеев за возможность этого самого Павла убить, и поэтому там с очевидностью или неочевидностью доказательств были какие-то сложности. Тем не менее, Павел снова оправдывается и говорит, я ничего не делал, никакого преступления ни против закона, ни против храма, ни против Кесаря. Закон он не нарушал, храм не осквернял, к мятежу не призывал. Преступление против Кесаря, в котором, по большому счету, тоже пытаются его обвинить, говоря, что он там вызвал мятеж среди иудеев, этого он не делал. И Фест, желая сделать угождение иудеям, то есть, видимо, Фест думает, что, ну, пусть я сделаю приятно иудеям, если его убьют по дороге, такова его судьба. Вот он говорит, хочешь ли идти в Иерусалим? Ну, видимо, предполагаю, что Павел тоже такой религиозный фанатик со страшной силой, что скажет, что да, да, пошли, я сейчас им там толкну речь. А Павел говорит, нет, я хочу быть судимым Кесарем. Иудеев я ничем не обидел. И ты это знаешь хорошо. Чего мне там у них судиться? Я ничем их не обидел. Если же я сделал что-то достойное смерти, говорит апостол, ну, хорошо, я согласен, умереть, если только что было за что. А поскольку не за что, ты не можешь меня им выдать. И он говорит правителю Фесту, требую суда Кесарева. И уже теперь Фесту некуда деваться, потому что, да, каждый гражданин империи имеет право потребовать суда у Кесаря. И это значит, что Фест не может выдать его иудеям. И мало того, что не может выдать иудеям, так еще и обязан припроводить к Кесарю на казенный счет. Мало того, что Павлу Господь сказал, тебе надлежит свидетельствовать в Риме, так Павел еще и нашел способ добраться до этого Рима за деньги Цезаря, за деньги Кесаря, с государственной службой. Другое дело, что он все равно будет в это время находиться под арестом. Но, по-видимому, это Павла не особо беспокоит или пугает. Важно, что вот такой ход найден. Требую суда Кесаря. Возможно, есть в этих словах некая тайная надежда на то, что Кесарь под действием порыва душевного, либо там жалости к Павлу, либо из желания насолить иудеям, которым римское высшее знать, как правило, относилось весьма скептически. Ну вот, Кесарь, может быть, тебя освободит Павла. Неизвестно. Но, скорее всего, тоже не найдет никаких преступлений, не за что будет судить его. Но штука в том, что от Кесарева суда уже некуда апеллировать. Поэтому Кесарь может принять решение Павла казнить или Павла оправдать, отпустить. Хотя бы теоретически. Потому что Кесарев суд — это еще и возможность выйти из этой череды, когда там, значит, Центурион передает тысяченачальник, тысяченачальник правителю, следующее, следующее, следующее. Вот эта вот передача ответственности вверх заканчивается именно на Цезаре. Здесь также в 25 главе во второй половине рассказывается о том, что к правителю Фесту прибывают царь Агриппы и Вереника для того, чтобы поздравить с вступлением в должности. Вот как некую игрушку правитель предлагает царю Агриппе, который иудей по вероисповеданию прекрасно знаком, собственно, с тем, что из себя представляет вера иудеев. Вот это самое дело Павла, на которого, как говорит Фест, жалуются первосвященники и старейшины. Смотрите, здесь очень важные слова тоже говорит правитель. У римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде, нежели получит свободу защищаться. Может быть, это вообще слова, которые были обращены царю Агриппе и содержали некий устный договор между Фестом и Агриппой о том, как должны быть устроены их взаимоотношения вот в то время, пока Фест будет пребывать в должности. Что касается самого Павла Иудеев, Фест говорит, что обвинители не представили ни одного из обвинений, каких я ожидал. Бунт, оскорбление чувств верующих, еще что-нибудь такое. Ничего этого не было. Но какие-то споры об их богопочитании и об Иисусе умершем, о котором Павел говорит, что он жив. И все. И все споры. И этот самый Павел потребовал рассмотрения своего дела Августом. Вот он держится под стражей, пока я не пошлю его к кесарю. Ну и предлагает царю Агриппе рассмотреть это дело, выслушать Павла. Ну может быть Агриппа что-то умное здесь сможет сказать или посоветовать. Поэтому на следующий день Агриппа с Виникой пришли с пышностью в судебную палату, все очень торжественно, множество иудеев, которые опять как фанатики религиозные, а не как здравые люди, орут, что его надо убить. Почему? За что? Что он сделал? Они даже не понимают, впечатление, что они не понимают, что от них ждут каких-то объяснений, обвинений, доказательств, за что убить. Вот убить и все. Убить и все. И вообще говоря, понимаете, такого рода фанатизм, он действительно глух к аргументам, глух. И вот в самом конце 25-й главы правитель Фест говорит, вот кроме криков-то есть что-нибудь плохое в том, что говорит и думает апостол Павел, что мне написать Августу? Я уже принял решение отправить его Августу. тем самым он пытается привлечь Агриппу к этой переписке с Августом. Имеется в виду, конечно, римский цезарь, а не Октавиана Августа, который к тому времени уже полвека как в могиле. Я его привел, чтобы вы выслушали, рассмотрели, и чтобы мне было что написать, что ты мне посоветуешь. Вот, собственно, в качестве такого эксперта по религиозным вопросам выступает в данном случае царь Агриппа. Продолжение следует...